Сегодня в Брестском театре кукол царило оживление, напряжение и желание победить. И все неспроста. Завершается областной этап республиканского конкурса «Семья года». Шесть дружных, трудолюбивых, творческих, а главное, любящих свою родину семей боролись за место, чтобы представить Брестскую область в городе Минске на республиканском этапе конкурса. Брестский регион у нас открывает, так скажем, вот серию этих региональных конкурсов «Семья года». Ну и, наверное, это закономерно, потому что, во-первых, это и первый регион. Во-вторых, семья Брестской области в 2022 году в предыдущем конкурсе стала победителем. И Брестская область у нас самая многодетная в стране. Поэтому, конечно, традиционно и, наверное, правильно, что 15 мая, День семьи, у нас начинается как раз с Брестского региона. И в целом, вот уже за время своего функционирования, конкурс «Семья года» стал таким уже позитивным семейным движением, которое объединяет все семьи страны. Безусловно, семья и дети – это созидающая сила в жизни каждого человека. И забота государства сегодня как раз направлена на то, чтобы в каждой семье у нас рождались дети. И особый приоритет для многодетных семей. Хотя надо отметить, что конкурс «Семья года» – это конкурс, в котором могут участвовать семьи, воспитывающие двоих и более детей. Семья – хранительница человеческих ценностей, традиций, исторической преемственности поколений. Благодаря семье крепнет и развивается государство. Однако семейное счастье – результат труда всех ее членов. Поэтому очень важно показывать семье, где царит атмосфера любви и слышен звонкий детский смех. Конкурс «Семья года» проходит в Беларуси в седьмой раз. За это время семейное состязание стало уже традиционным праздником, который направлен на сохранение духовно-нравственных ценностей семьи, продвижение в обществе идеи ответственного родительства, особенно в молодежной среде. Такого плана конкурс для нас, конечно, впервые. Было очень интересно. На этот конкурс нас делегировала наша организация. И мы получили, я думаю, и получим еще хороший опыт от этого конкурса. Это сплочает семью, помогает. Мы очень много времени провели вместе, отложили все свои дела, было много репетиций. Ну, я думаю, что это все пойдет нам на пользу. Мельница, наша локация именно с мельницей связана с тем, что мы носим фамилию Мельник. Мы показали, как основание мельницы, это мы с супругом. А вот ветряные, как правило, вам сказать, лопасти – это наши детки. Нас их трое, одна лопасть у нас еще свободна. Каждая работа участников – это целая история. История, повествующая о своих предках и, конечно, о родной земле. И сегодня смело можно сказать, что каждая из представленных семей на областном этапе конкурса уже победители. Ведь именно они, опередив конкурентов на предыдущих этапах, получили право на участие в областном этапе конкурса. Мы много чего делали. То есть от написания текста, подготовки сценария, костюмов и всякой атрибутики продумывали, старались каждую мелочь продумать, чтобы было интересно, чтобы было не скучно. И на выставке, и на выступлении в зале каждый член семьи у нас активный. Никто не будет просто стоять на сцене. У каждого есть свои слова, свой текст, свои и песни, и танцы. Волнение есть, потому что для нас это уже как будто бы другой конкурс на ту же тематику, но другой конкурс, потому что готовились еще больше. То есть обдумывали, что мы показали там и как улучшить в этот раз. Поэтому работы было намного больше сделано. Новое все. Новое все, да. Все придумано, все с нуля практически обдумано. Это новый конкурс, который, ну, все по-новому, все заново. Ярко и красочной получилась и конкурсная программа, состоящая из двух заданий. В творческих постановках каждая семья рассказывала об истории рода, семейных обычаях, увлечениях, успехах и достижениях, а также о своем участии в общественно полезной и культурной жизни региона. Во втором конкурсанты демонстрировали свой творческий потенциал. По результатам всех семейных состязаний первое место и возможность представить Брестскую область на финальном республиканском этапе конкурса досталась семье Мельник и Столина. Продолжение следует...